Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале, а еще больше рада видеть всех хейтеров, потому что сегодня я буду зачитывать комментарии хейтеров, и мы с вами вместе будем обсуждать и рассуждать. Кто прав, кто нет. У нас роллы и винегрет. Я винегрет на самом деле очень люблю, рецепт будет в инфобоксе, мама прям недавно его приготовила. Я безумно его люблю, но почему-то мы его очень редко готовим. Вот, так что у нас здесь такое прям ведро винегрета. Я вообще люблю свеклу. Квашеная капустка здесь. Видео будет длинным, потому что комментариев было много. Так что пристегнитесь, мы взлетаем. Роллы. Это новый я никогда не пробовала. С сыром плавленым. С огурцом. И обычная классическая филогерфия. Еще, кстати, здесь фасаби, которые я пытаюсь как-то есть, потому что мне в комментах пишут, что если его не есть, то появляются глисты. Обращаю этот звук. Новый напиток. Чем-то напоминает колу. Так, первый комментарий. Пишет его Лила Лила. Айка, вот меня раздражает. Ты каждый раз покупаешь декоративную косметику, дешманскую, какой-то мэйбелин, которой пользуются одни дети. Если ты себе можешь позволить дорогую косметику, зачем покупать 10 хайлайтеров, лучше возьми один от Dior и пользуйся в свою радость. Чем все это у тебя лежит. Сроки поджимают. Это очень глупое и нерациональное использование. Я хочу отметить, что я получаю огромное удовольствие, когда я покупаю косметику. Мне нравится, когда у меня есть выбор, когда у меня много косметики. Если вы считаете, что мэйбелин это дешманская косметика, я так не считаю. Это просто масс-маркет. На мой взгляд, в люксе вы платите за бренд. А в масс-маркете за сам товар. Поэтому я считаю, что каждый должен ориентироваться на свой карман и покупать косметику, и называть какую-то дешманской. Совсем неправильно. Возможно, я делаю неправильно. Но я получаю колоссальное удовольствие, когда я что-то покупаю себе из косметики. Я просто кайфую от этого. Я в душе такой шипоголик. Если это делает счастливой меня, какая разница, например, вам? Возможно, кто-то купит одну помаду от Armani. Сидит, пользуется ею. И его тоже все это устраивает. То есть, опять же, масс-маркет я не считаю дешманской косметикой. Кто со мной согласен, пишите в комментариях. Особенно вот эти сухие текстуры. У меня были тени от Dior. И вы знаете, Revolution мне нравится намного больше. У Dior какая-то устарелая текстура. Так что тут не поймешь. Тратишь огромные деньги, а потом получаешь какую-то фигню. Как же все аппетитно выглядит. Я прям не могу. Следующий. Следующий комментарий пишет Тамара Салманова. Ни одного лайка нету на ее комментарии, но все же зачитаем. Как же ей хочется замуж. Какой ужас. Это даже низко для девушки. Так открыто говорить. Если бы парень считал нужным, сделал бы предложение. И даже здесь куча оскорблений. Дорогая Тамарочка. Спешу вас обрадовать. Дело в том, что я действительно хочу замуж. И здесь нету ничего плохого. Я считаю, что это хорошо. Создать семью. Хотеть деток. Разве здесь есть что-то плохого? А то, что мой парень не делает мне предложение. Откуда такая информация вообще взялась? У моего любимого есть некие проблемы. Касательно того, что у него нету сейчас работы. Мы еще не решили вопрос с жильем, где мы будем жить. Мне не 35, чтобы быстро-быстро-быстро стараться выйти замуж. Быстренько родить. Потому что часы тикают. То есть надо быстро. Мы хотим все организовать. Я вот всегда говорю, что у меня парень очень семейный. Он хочет семью. И хочет со мной. И всегда мне об этом говорит. А то, что я пошутила в видео. Зачем так все близко к сердцу воспринимать? Это была просто шутка. У некоторых людей столько внутри негатива. Они просто не знают, куда его выдать. Вот реально, иногда я читаю комментарии. Слава богу, у меня таких мало негативных комментариев. А все это благодаря тому, что я их вовремя удаляю и блокирую. Следующий негативный комментарий как раз таки и связан с тем, что я удаляю комменты. Назарин пишет. Как же это низко удалять негативные комментарии? Ты просто боишься? Ты трусиха. Вот, Назарин, к примеру, к тебе на улице подходит незнакомый человек. И говорит, что ты жирная, ты уродина вообще. И вообще, мыслишь глупо. Что ты сделаешь? Вытащишь блокнот и скажешь, подожди, я записываю. Давай еще раз, я все это запишу и учту. Нет, конечно, понимаете. Легко судить, когда ты не на моем месте. Возможно, ты бы тоже поступила так же. Представим, что ты сажаешь огород. Решила там посадить цветы. Это твой огород. Какой-то сосед приходит и там газит. Что ты сделаешь? Скажешь, ничем? Так и тоже пойдет. Это его право. Нет, конечно. Вы знаете, когда я не была блогером, я тоже считала, как вы. Я считала, что почему человек удаляет плохие комментарии. Но так делают все. Просто не все об этом говорят. У всех есть модераторы. У всех есть модераторы. Теперь я не осуждаю, потому что есть такое стадное чувство. Один, например, написал что-то плохое, второй обязательно поддержит, третий присоединится, и все начинают тебя хейтить. Поэтому в какой-то степени я на нынешний этап своей жизни думаю, что это правильное решение удалять плохие комментарии. Бывает, что человек просто выразил свою мысль, а другое дело, человек тебя оскорбляет. Почему я должна боготворить таких подписчиков? Зачем? Я просто заблокировала, и вы больше меня не видите. Вот как в инстаграме, в ютубе то же самое, все работает. Все, я вас не вижу, вы меня не видите. Я вас так раздражаю, ради бога, не смотрите. Все намного проще, чем нам кажется. Я тоже человек, меня тоже кто-то раздражает, к примеру, из блогеров. Не смотрю. Из дома два была одна. Саша Черном. И мне до поры до времени она очень нравилась, например. Очень. Ну, как-то один раз смотрю ее историю, там она говорит, вот, я выложила фотографию, никто даже не лайкнул ее. Вы знаете, что? Я больше не буду выкладывать ничего, если такой актив будет. Такая так предъявляет, что вы не лайкнули. Как будто кто-то должен ей. Я лично выпрашиваю лайки. А не предъявляю. Слышь, ты, что не лайкнул, что получишь. Я, например, это увидела, это значит, что я пошла строчить негативные комментарии. Я просто взяла, отписалась и все. А люди-мазохисты, они вот, например, получают кучу отрицательных эмоций, например, от меня и продолжают смотреть, продолжают писать гадости. Я только выложила видео, через 3 минуты уже смотрю, что у меня один дислайк. Это значит, хейтеры подписаны и еще у них стоит колокольчик. Отлично. Я не считаю, что это признак слабости, как там писали в комментариях, что неправильно удалять. Ты показываешь свою слабость. Возможно, возможно, я слабая в этом плане. У нас, кстати, в ютубе появилась новая функция. Можно проследить последние комментарии подписчика. Например, что вы писали до этого мне под видео. И когда ты вот это вот открываешь и смотришь, что этот человек просто поливает тебя грязью, постоянно. Следующий негативный комментарий не совсем негативный такой прям. Подписан на тебя достаточно давно. Тогда у тебя было 7000 подписчиков. Раньше ты отвечала всем, а сейчас просто зазвездилась. Никому не ставишь лайки, ты вообще не обращаешь внимания на то, что тебе пишут. Ты считаешь, что это нормально и вопросительный знак. Ребят, раньше я снимала в неделю два ролика. Комментариев было, не знаю, 30-50 штук. Я обязательно всем отвечала, всем ставила лайки и так далее. Но сейчас ситуация немного изменилась. Сейчас в день я снимаю по три ролика и на каждом видео там дофига комментариев просто, еще плюс старые. Их тоже все комментируют, понимаете? У меня 1000 видео на канале. Я вам в инстаграме показывала каждый день на моем канале 5000 новых комментариев. Это просто нереально. Либо я должна сидеть только отвечать на комментарии, не снимать для вас нового материала. По возможности всегда лайкаю, всегда отвечаю, особенно в инстаграме. Стараюсь всем отвечать. Но я считаю, что вы в корне не правы, когда сравниваете мою аудиторию в 7000 и 180 000. Это не одно и то же. Это в 20 раз больше. Следующий ролл вот эти вообще такие вкусные, ребят. напиток такой интересный. По вкусу напоминает ягуар. Просто ягуар алкогольный. Это вроде как нет. Безалкогольный. Такую тему надо было обсуждать с водочкой. Поэтому своих хороших подписчиков я очень сильно люблю. Читаю. Безумно приятно то, что вы пишете. Стараюсь отвечать, но, к сожалению, не всегда получается. Либо надо на некоторых видео закрывать комментарии. чтобы все писали под одним видео. И там уже везде ставить лайки. Раньше я, кстати, так и делала. Осталось три ролла. Они очень вкусные. полностью не помещаются во рту. Мне удобнее кушать так. Эстета простите меня. Осталось два ролла. Уже не помещаются. Всех люблю. Целую. С вами Байка Эмили. Если вы кушаете приятного аппетита, я вам желаю быть хоть немножечко добрее. Всех люблю. Пока.